Турникеты это новинка еще так, конечно, не то что дети, и учителя некоторые такого не видели. Сказка начинается прямо со входа. Директоры завод школы по-другому и назвать не могут новое здание и то, чем его оснастили. Условия здесь созданы для всех, в том числе для маломобильных детей, которые раньше занимались на дому. Тактильная плитка практически везде, пандусы на входе и даже подъемник. Действует таким образом. В старом здании 67-го года постройки мы тоже побывали, чтобы сравнить, к примеру, спортивные залы. Так он выглядит в деревянном обличии, к нему вроде бы все привыкли, а это зал новой школы. Одна только высота потолка, говорят, привела в восторг физрука. Там три с небольшим, а здесь все-таки. А здесь семь, говорят. Ну да, ну в два раза. Столовая тоже огромная и напичкана лучшей техникой, так что на обед ребятишки будут бежать. Уверен на руководство будущей школы. Вот это называется канвенторматор, не знаю, как он правильно называется. То есть здесь вот все это на пару готовится. Все это вкусно, питательно, здоровая пища. Синтезатор в огромном актовом зале в кабинете информатики необычная доска. Мы такую тоже раньше не видели. Вот это для нас просто чудо. Что это? Интерактивная доска вот в таком виде. Ее можно использовать и как компьютер, я так понимаю, и просто как экран. Большая часть оборудования закуплена. Правда, после февральских событий пришлось поменять часть поставщиков. Да и цены значительно выросли. Из-за европейских санкций в школе до сих пор ждут компьютерное оборудование и станки для работы в мастерских. Хотя комплектовать поставки, сообщил нам единый стройзаказчик, начали еще в начале этого года. Из 47 процедур на закупку оборудования 12 просто не состоялись. Техники, которые планировали купить изначально, в стране уже просто не было. Компьютеры мы проводили трижды, три раз проводили. И только сегодня удалось нам получить поставщика оборудования, то есть компьютеров. Парты, стулья, это все переделывалось в проектную документацию. Понимаете, то есть объявились, да, нет на рынке. Вносим изменения в проект, объявляем цену заново, заново выставляем. То есть это не просто, это многодневная работа, да, это не просто взяли и сделали. Те же станки для работы в мастерских везут из Чехии. Из-за обстановки в мире пришлось поменять всю логистику доставки. Мы прогнозируем, что, ну дай бог, если больше ничего не случится, дай бог. Мы прогнозируем, что до конца августа мы скомплектуем полностью, 100 процентов, закомплектуем школу. Между тем, подрядчик работы завершил в срок, и здание готово на 99 процентов. Бийская организация подхватила строительство после того, как в 2020 году предыдущего подрядчика признали недобросовестным. С этого момента стройка не прекращалась. И сейчас в школе имеется собственное футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, свое овощехранилище, модульная котельная. Список можно еще продолжать. Как только придет оставшееся оборудование, а процесс доставки планируют максимально ускорить, останется лишь получить лицензию и аккредитацию. Правоустанавливающие документы на школу должны подготовить в Министерстве образования. К слову, Минобор региона уклонился от встречи и комментария на камеру. Мы получили лишь письменный ответ на наш вопрос, можно ли ускорить процесс. После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, оформления правоустанавливающих документов и получения санитарно-эпидемиологического заключения, Министерство образования и науки Алтайского края будет обеспечено получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов. В заводском все еще надеются на лучшее и верят, что новый учебный год начнется в новом здании. Но на всякий случай готовят и старое, где, возможно, придется провести первый месяц или чуть дольше. В любом случае, красивое и комфортное помещение готово и дело за малым. Мы столько ее ждем. Мы, кстати, вот, когда только узнали, что у нас строительство намечается, долго не верили, что это правда. Потом нам прислали на, ну так скажем, на согласование громко сказано, но тем не менее, проект школы и предложили выбрать цветовую гамму. Вот мы это делали с ребятишками. Такая расцветка школы – это именно решение коллектива учеников и учителей. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Вадим Быстревский. День с толком.